Друзья, всем привет! Давайте сегодня посмотрим, как работает с P2P Bybit. Будем парсить объявления P2P по заданным парам. Также помните, если вам нужна помощь в разработке или в создании проекта, то вы можете всегда связаться со мной в Telegram, и мы с командой сможем вам помочь. В нашем Telegram канале вы можете увидеть отзывы по нашей работе и по различным проектам. Теперь к видео. Итак, мы находимся на Bybit в разделе P2P. Ранее я также делал похожее видео для Binance. Сегодня разберем Bybit, так как сейчас эта биржа также актуальна. Итак, первым делом что нам нужно? Посмотреть код страницы. Обязательно нужно перезагрузить страницу, чтобы все обновилось. Теперь, чтобы отфильтровать нужные нам запросы, которые нам понадобятся для работы с ордерами, чтобы получить конкретно вот эти все ордера, всю эту информацию, выбираем здесь вкладочку Fetch XHR и ищем теперь уже сам запрос, который нам понадобится. Также для более быстрого поиска мы можем, например, ввести какой-нибудь ник. Оно выдаст пару результатов. По ним мы можем также найти данный запрос, который нам нужен. Ну, похоже на правду. Здесь мы можем в response посмотреть, что нам будет возвращаться. Здесь вся информация, payload данных, которые мы загружаем при запросе. То есть наша пара, которую мы указываем, там страница самого, самих объявлений и подобная информация. Чтобы получить эти данные в нашей Python программе, мы должны взять наш URL, по которому мы будем делать запрос, обратить внимание на метод запроса. Также здесь указан, то есть если мы получаем код 200, это значит, что запрос прошел успешно. Все иные статусы, коды статусов будут оказывать о какой-либо ошибке. Также какая нам информация понадобится в будущем. User Agent. Это нам понадобится для того, чтобы можно было выполнять большое количество запросов и не получить какого-либо бана по частым запросам, что вы якобы бот и так далее. Этот User Agent придется менять с периодичностью примерно раз в три дня, потому что он не вечен и будет отпадать иногда. Пока нам больше вроде ничего здесь не нужно будет. Давайте перейдем в код. Здесь у нас простенькая программа в три строки. Здесь мы указываем наши параметры, которые мы брали вот отсюда. Я их просто вот отсюда скопировал. Также здесь можно их писать руками, что-то изменять. Это мы протестируем также. Дальше наш request, библиотека, через который мы делаем запросы. Здесь мы указали вид запроса. Также это можно было указывать в параметрах, но тогда здесь не нужно было писать пост. Пишем наш URL, по которому делаем запрос. И в data указываем параметры, которые писали выше. Также мы преобразуем запрос в JSON-формат, чтобы можно было работать с ним и видеть ответ. Давайте протестируем. Вот мы получили ответ. По данным параметрам мы получили все ордера. Давайте их как-то приведем в более нормальный вид, чтобы это было понятно. Напишем сортировку, попросим об этом GPT, чтобы он с помощью Pandas написал сортировку. И мы получали красивый вывод. Итак, мы получили ответ. GPT в принципе справился с этим хорошо. Сортировка написана. Сейчас нужно отобразить только все данные. Теперь мы видим все поля. Возможно, немножко неудобно. Оно отображает все поля, поэтому какие-то необязательные мы можем скрыть. Но в принципе с этим можно работать. У нас это все в DataFrame. Мы можем с этим разрабатывать уже какой-то проект, какую-то программу. Так, давайте также попробуем другие пары какие-то. Так, попробовали к рублю. Все работает. Также мы можем попробовать запросить, например, со второй страницы. В принципе, все работает. Так мы можем делать запросы по любой паре. Итак, вначале я говорил, что нам нужен будет юзер-агент. Как видите, здесь мы это не использовали. Так как для тестов это в принципе не нужно. Сейчас разберем небольшой файлик, который нужен был для проекта. Итак, здесь у нас основной класс Bybit. Здесь у нас будут переменные внутри класса, которые мы будем инициализировать сразу. Каждое конкретное я разбирать не буду. Это будет очень много времени занимать. Поэтому смотрите в общем. То есть, это у нас переменная класса. Это мы все задаем при инициализации класса. Здесь у нас будет базовый URL, по которому мы делаем запросы. Здесь вот как раз таки нужно будет вписать параметры для запроса. Так, чтобы нас не блокировал сайт, сервер и так далее. Здесь мы указываем наш юзер-агент, который нужно менять периодически. Здесь у нас написана сортировка банков. Если мы какие-то фильтры по банкам вбиваем, здесь можно будет это все отображать, фильтровать и получать нужные данные. Также в этом файлике здесь у нас есть обработчики ошибок. Если что-то будет не найдено, это все будет указано и пользователь будет об этом знать. Здесь у нас основная функция по получению объявлений относительно наших настроек. Здесь мы вписываем все параметры, нашу пару, страницу и так далее. То, что мы делали в нашем первом файле. Здесь мы уже делаем запрос. И в принципе, это конец программы. Наша исполняющая функция. Здесь мы вписываем наши валюты, банки и всю остальную информацию. Давайте попробуем запустить. Здесь это просто указано для вида, что и что. Итак, как видите, запрос даже прошел быстрее, чем там, где мы тестили. Здесь я вывел в не особо красивом виде 9 объявлений с нашей страницы. Мы также их можем обернуть в DataFrame, как сделали здесь. В принципе, результат будет при отображении тот же самый. Если мы укажем нужную пару. В принципе, это было все. Давайте, если наберем 50 лайков, я выложу этот файлик у себя в Telegram-канале. Также помните, если вам нужна будет помощь в разработке какой-то, всегда можете связаться со мной, и мы с командой сможем вам помочь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok